здравствуйте дорогие друзья 23 ава 23 ава это мой день рождения сегодня написано что человек в этот день обладает особой силой давать браху поэтому всем кто слышит этот урок я даю огромную огромную браху на то что каждый желает браха вы от слуха вот прямо даю чувствуете теперь перейдем к уроке в главе рье мы уже много говорили об этом и повторим самые главные слова которые очень много повторяются смотрите сегодня предлагаю вам благословение или проклятие благословение если будете внимать заповедям бога вашего и проклять если не послушать и заповеди бога свернетесь путей которые я указываю вам сегодня ну мир доказал что и вся история что так оно и есть если будете вести себя хорошо все будет хорошо если поступите плохо кончится плохо но только слово хорошо или плохо надо понимать о чем разговор если вы вести себя хорошо это значит будете идти по заветам которые даны Богом, а не то, что вы там считаете хорошим. Так же и с плохим. Конечно, даже когда люди ничего не делают, Бог иногда совершает поступки из милости, делая нам добро, когда мы это не заслуживаем. Но рассчитывать, что это будет все время так нельзя. И вообще весь мир такой же, весь мир, хорошее общество не возникает само собой. Бог рассказывает нам, его не состоит ни рынок, ни государство, его формирует выбор каждого из нас. И такая главная мысль дворим. Что мы выберем? Благословение или проклятие? Не только для себя, для всего мира. Да, есть всякие сложности в этом мире. Боли и страдания должны быть признаны частью тайной жизни, частью картины, которую человеческий взор не может охватить. С начала времен и до конца мы не можем понять. Потому что люди возвращаются в этот мир несколько раз, и нам кажется, что все обусловлено вот этим кусочком нашей жизни. Но, еще раз говорю, боль существует, и все это, мы понимаем, что к лучшему. Не всегда это понимаем, но, кстати, наличие боли ни в коем случае не оправдывает те, кто причиняет боль, кто причиняет эту вещь другому. Ни у кого нет права изображать из себя Бога. Задача состоит в том, чтобы понять, каким образом боль может стать скрытым благословением. Или как преодолеть боль, чтобы восстановить гармонию между душой и телом. И возвращаясь вот к этой теме, подчеркнули, мудрецы все подчеркивают следующее, что важно помнить, что мы дети царя. И поэтому нет места отчаяния. Отчаяние или кризис возникают в конечном счете только от недостатка веры. Это говорили все мудрецы и великие. Если человек не принимает страдания, не благодарит за них, а это обязан человек делать, то, если он гневается, то, как бы, есть проблема, да. Можно объяснить его поведение двумя вещами. Либо он не верит в частное проведение, в то, что Всевышний по своим причинам, неизвестный нам, решает, что произойдет в жизни каждого человека. Либо он верующий, но злится на Бога, ощущая, что Бог хочет ему сделать зло. Второй вариант даже страшнее, чем полное отсутствие веры. Ведь в этом случае человек воспринимает любящего Отца, как жестокого и злого. Вообще важно помнить, что страдания, любые проблемы приходят с небес. Помните, как ангелы, которые поднимаются и опускаются. У Бога очень много посланников, готовых исполнить Его постановление. Мы не должны и не можем подозревать, что Бог принимает неверные решения. Написано, Бог судья праведный. Тот, кто сумеет действительно почувствовать, что все, что от Бога к лучшему, будет танцевать от счастья. Написано даже в аду, зная, что для него так лучше. Можно себе такое представить? Можно. Царь Давид писал об этом. Даже когда иду долиной смертной тьмы, не устрашусь зла, ибо ты со мной в Тиелин 23. Верно? Это больно. Да, и нам не запрещено страдать, не запрещено плакать. Но у праведника написано, глаза плачут, а в сердце все-таки радуется, потому что он знает, что все к лучшему. Творец пребывает с ним везде. Поэтому нет места сокрушению написано обо всем, что происходит с нами. Вот даже самые великие люди, которые были на земле, переносили страдания, и намного худшие, чем каждый из нас. Кто сравнится в величии и благочестии с царем Давидом? Ну, царь Шруль хотел его убить, и собственный сын восстал против него, и так далее. Но Давид что, он укреплялся в вере? Он говорил о себе, что сердце мое пусто, халяль. То есть, я все понимаю. Да, он переживал, он плакал, но он все это понимает. Даже величайший каббалист, святой Ари, Аризали, сказал, что в последних поколениях на земле не спускаются новые души, это мы с вами. А все мы уже, души прошедшие, разные перевоплощения, теперь приходим в мир, чтобы исправить грехи, совершенные в прежних жизнях. Так что всегда следует помнить, все к лучшему. Мы повторяем себе, все, что делает Бог со мной, приносит мне только добро. Именно поэтому в жизни нет места отчаянию. Нужно только радоваться, и каждое мгновение в любом состоянии. Неважно, насколько это состояние, ситуация горькая, потому что на самом деле она сладкая. И вот конечное, что формулирует мудрецикл, толковальник нашей недельной главы, вера, это понимание, что все от Бога, и главное, все к лучшему. Брахавы от слаха еще раз. Субтитры создавал DimaTorzok , эм, эм. первонка, Григориrob дюжи aus. Я смотрел в бакету, с поисков statements,